Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Сейчас мы находимся на Галапагосах. Это архипелаг, который находится в одной тысяче морских миль от Панамы. Место выбрано не зря, потому что, чтобы сюда добраться, нужно немножко постараться. Тяжелые погодные условия. И, в принципе, тысяча миль – это достаточно большое расстояние. Так вот, сегодня мы будем с вами говорить о Старлинке. В интернете во время офшора, интернет во время берега. И, собственно, как это работает. И все-все про это устройство. Готовы? Погнали! Итак, сейчас на Галапагосах у нас великолепная погода. Чего не скажешь о погоде, когда мы сюда пришли. Тучи были большие, свинцовые. И был очень сильный ветер. У нас были проблемы на переходе. Об этом будет другой выпуск, то есть другая тематика. Но это был такой достаточно жесткий офшор, потому что сезон уже закончился. И до Галапагос был такой rough condition. Погодные условия вначале был штиль. Но потом нам такие чуть-чуть пораздавало. И вот в этих условиях у нас работал постоянно интернет. И у меня есть, что вам рассказать. Не по наслышке, а именно практически. Буквально пару слов про тарелки. Первое поколение это круглая тарелка диаметром 59 сантиметров. И на смену ей пришла прямоугольная тарелка. Это high performance 50 на 30 сантиметров. И если вам нужна mobility либо marine, то это еще больше тарелка по размеру. У нее уже идет свой контроллер. И соответственно она стоит значительно больше. 2,5 тысячи долларов. Длинный кабель у нас еще не проложен. Мы вот только это все подключили. Вот вы видите как он висит. То есть кабель реально длинный. А вот так вот выглядит Wi-Fi роутер. На самом деле система крайне простая. Вообще ничего делать не нужно. Вы его просто включаете и он сразу работает. Здесь есть всего два подключения. Один это питание 110, 220, любое. И дальше такой специальный разъем, похожий на Type-C. То есть это разъем, через который происходит питание самой тарелки. Кстати, вот этот роутер чуть-чуть греется. Поэтому все, что греется, все потребляет достаточно большое количество электричества. Дизайн, скажем, спорный. В стиле этого кибертрака. Не могу сказать, что я в восторге. Но мне на самом деле вообще все равно. То есть я эту штуку куда-нибудь там закинул в лодке. У него радиус действия достаточно большой. То есть у нас не было никаких проблем с тем, что где-то он не ловит. Подключать можно огромное количество устройств. То есть просто подключается у него тарелка. Он подключается в питание. И, собственно, все. Вы можете спросить, а можно ли его запитать напрямую от батареек. Так вот, к сожалению, это будет сделать сложно. Потому что питание самой тарелки на 48 вольт. То есть вам нужно будет где-то найти 48 вольтовое питание. Мы решили проще. Просто можете взять любой инвертор 110-220. Воткнуть его в инвертор. И пускай он у вас работает просто тупо от розетки. Если не хотите, чтобы у вас в розетке что-то торчало. Просто берете и подключаете его напрямую к вашей системе. Там 220 или 110, какая у вас в лодке есть. Просто у нас инвертор, есть 220, подключили. И данный роутер работает. Если вам нужно что-то больше, там какие-то свои сети, байпасы. Это уже, я думаю, для более технических специалистов информации будет в сети навалом. Наша задача просто дать общую информацию о том, как это работает. Так вот, работает это очень легко. Plug and play. В розетку включил, все. Из самой тарелки нога вынимается. Нога также вынимается из самого кронштейна, кредла, на котором он стоит. И кабель, который идет, также вынимается изнутри самой тарелки. То есть она полностью разбирается и в таком разобранном виде к вам приходит. Поэтому можете не переживать, что она как-то там без какой-то ноги работать не будет. Все будет работать. Потому что нога закрепленная стационарно, и на ней крутится сама тарелка. То есть там внутри тарелки моторы, не в ноге. И именно они крутят, собственно, все это устройство на 360 вокруг оси. И угол она выбирает самостоятельно. Ну что, давайте теперь несколько слов о скорости. Но я сейчас имею в виду скорость не в виде данных, в виде статистики. А именно ту скорость, которую вы ощущаете при работе интернета. То есть насколько вот вам комфортно. Итак, скорость, когда интернет уже раскачался, великолепная. То есть, наверное, один из самых быстрых интернетов, который у меня был за последнее время. Херячит просто все, что угодно. Но есть некоторые минусы. Иногда за счет качки, иногда, возможно, за счет потери спутников или еще чего-то. Он отключается. Ну, отключается не сам канал, а просто пропадает интернет. И это бывает не часто. То есть иногда там раз в 10 минут, иногда раз в 3 минуты, иногда раз в 40 минут. Иногда вообще не отключается. В зависимости от качки, от туч, от чего угодно. Но вот его нету. Нету там секунду-две, а потом все очень быстро открывается. То есть, но, наверное, я немножечко к этому слишком серьезно отношусь. Потому что разбалован быстрой скоростью. А так, если учесть, что мы находимся, например, в океане, то иметь канал даже раз в 10 секунд с маленькой задержкой меня более чем устраивает. А теперь давайте поговорим о реально измеряемой скорости. Итак, когда мы стояли в Панаме, в Марине, мы померили нашу скорость. У нас получилось 340 мегабит в секунду. Вдумайтесь, 340 мегабит это очень быстрый интернет. На даунлоад и 160 на оплот, то есть на загрузку. Можно делать стримы, можно делать что угодно. Но, к сожалению, в океане по факту получилось, что у нас нашей скорости нет. А теперь мы выходим в море возле Панамы, где у нас уже работает Priority Plan, но мы находимся в офшоре. Наша скорость возле материка 170 мегабит на даунлоад и 22 мегабита в секунду на оплот. То есть, в принципе, этот результат в офшоре, ну, даже, наверное, офшор мы уже не видим берегов, но, тем не менее, это все еще где-то относительно близко. С задержкой 130 миллисекунд. Ну, естественно, мы находимся вдалеке от берега и лодку все-таки качают. Это скорость, которая у нас была в Панаме и в офшоре. Уже Панамы не было видно, но все равно спутники еще это покрывали. А теперь идем чуть-чуть подальше на Галапагосы. А сейчас мы находимся на Галапагосах. Подумайте это, где? Это вообще в середине Тихого океана. Ну, может, не в середине, но до ближайшей земли. Тысяча миль. Тысяча миль на Галапагосах. То есть, очень далеко. Так вот, у нас сейчас скорость здесь 75 мегабит per second. То есть, это, конечно, не 300 или 400, как у нас было в Панаме. Но, тем не менее, он работает и работает нормально. На upload у нас, конечно, все печально. 9,5 мегабит в секунду. И задержка 150 миллисекунд. То есть, это, в принципе, пока худший результат, который я видел. Но я так понимаю, что так как мы находимся вот здесь, с таким результатом, это все равно великолепный интернет. А еще, когда дождь, когда тяжелые тучи, бывает такое, что скорость падает. А когда прямо грозовые сверху, то бывает такое, что интернет пропадает вообще. Но не забывайте, народ, это офшор. Это не иншор. У вас есть интернет вообще просто in the middle of nowhere. Например, посредине океана. И жаловаться на то, что у вас там пришла туча, стало хуже работать. Великолепно работает. С тучами, с грозами, со всем. Даже когда не работает, все равно великолепно работает. Ну что, народ, теперь давайте несколько слов о том, как же ставить тарелку Starlink на вашей лодке. Итак, у вас есть несколько вариантов. Как я видел, многие делают, когда вы живете в Марине, просто тупо ставили на дек или там куда-нибудь на арку. И оно просто работает стоя. Вы кабель затаскиваете внутрь лодки, и оно работает. Второй вариант такой, как у нас, когда вы просто крепите ногу. У нас на хардтопе ноги закреплены на четырех болтах. То, что оно стоит под углом, вообще не имеет никакого значения. Потому что тарелка сама выбирает тот угол, на котором ей комфортно работать. И мы просто через ноги закрепили ее на четырех болтах. Данное решение не является перманентным. Мы, скорее всего, потом уберем вот эту ногу и поставим флэтмаунт. Теперь касательно флэтмаунта. Это не решение Starlink, а это решение сторонних производителей. В общем, это такая плоская, плоский кофр. Такой, как для планшетов, чтобы на них ходить, чтобы в них вода не попадала. Снимается нога, снимается верхняя поверхность. То есть, это все встраивается, закручивается через резинку. И все, у вас получается, ваша тарелка встроена внутрь, никаких моторов. Все это отключается. И у вас работает просто поверхность, которая имеет 110 градусов рабочий угол. То есть, так работает переделка обычного High Performance Dish. То есть, вот такой квадратный, прямоугольный, как у нас. Если мы говорим про Marine решение, оно имеет небольшой угол. И это уже квадратный, квадратный Dish, квадратная тарелка. Она ставится как угодно плоско. У нее нету сразу никаких моторов. Она мощнее. У нее больше потребления энергии. Угол работы 140 градусов. То есть, если у вас лодка болтается, то ваша тарелка Marine будет работать в целом лучше. Еще отличие Marine от не Marine. Marine позволяет двигаться со скоростью больше 10 узлов. Но нам, яхтсменам, это не важно. То есть, вы можете пользоваться обычным High Performance Dish. Единственное, что это угол, который 110 градусов, он меньше, чем 140. Поэтому будут иногда обрывы, будут иногда провалы. Но 600 долларов, это далеко не 2500 долларов за установку. Плюс потребление энергии. Кстати, если вы моторы запрещаете, то есть ставите flat mount, соответственно, потребление у вас будет значительно меньше. Итак, если у вас лодка ходит быстро и вас сильно качает, либо то, или то, то можете ставить, конечно, Marine решение. Если вы ходите на лодке, которая ходит медленнее 10 узлов и 110 градусов угол вас, в принципе, устраивает, можете ставить обычный High Performance Dish. То есть, на какой-то глобальный перформанс это влиять не будет. Когда вы идете на больших волнах, естественно, за счет угла работы этой квадратной, как она там называется, HP High Performance Dish, есть некоторые вопросы, потому что угол рабочий у нее 110 градусов. И если вас болтает сильно, а спутник находится вне зоны, то интернет может теряться. Именно по этой причине, так как есть еще горизонтальное вращение лодки, тарелка выставляется автоматически в горизонтальное положение. И если вы хотите ставить ее перманентно на лодку, вам эта нога, в принципе, не нужна. Вы можете отключить мотор и вставить ее просто в кронштейн, положить ее плоско на любую плоскую поверхность. И у вас будет хорошо все работать. То есть, не нужна нога, которая будет делать вот эти повороты, развороты. Это хорошо на стоянке. Когда вы, например, находитесь в марине, у вас она там как-то развернулась. Причем она не как там тарелка инмарсата постоянно держит точку на спутник. Нет, она работает и когда видит какой-то абстракшн, она разворачивается по направлению, где лучше прием. Но это может быть раз в 10 часов, раз в 2 часа. Ну, то есть, какой-то длинный промежуток времени. Потому что, когда я пришел в марину, решил поснимать, как она станет на свой угол, я так и не дождался. 40 минут она стояла в положении, а потом я на следующий день вышел, она уже его поменяла. То есть, это не то, чтобы она там прямо ежесекундно пытается себя стабилизировать. Нет, она просто выбирает зону, где лучше прием, ну такую, плюс-минус там до, не знаю, до 90 градусов, наверное. То есть, вот так работает данная тарелка в ключе скорости. Теперь пару слов касательно того, защищен ли HP Dish High Performance от морской воды. Не знаю, я думаю, что все-таки нет и, наверное, лучше его ставить в Flat Mount, который защищен со всех сторон. Но, с другой стороны, у этих тарелок есть такая возможность, как Snow Melt. То есть, вы можете включить режим, в котором она начнет потреблять, ну, сильно много. Поверхность разогревается и снег, который падает на поверхность, тает. То есть, если тает снег, значит, ну, наверное, все-таки какой-то waterproof есть. Потому что эта штука стоит на улице в условиях, которые полностью покрывают тарелку снегом. И вы включаете режим, чтобы его таять. Наверное, какая-то защита все-таки есть. Может быть, она там не супер от соленой воды. Но, тем не менее, все разъемы полностью герметичны, вставляются. И данное устройство, я бы сказал, герметично, я не знаю. Мы своего опыта не имеем. Люди, которые ходят на лодке, ставят Flat Mount, а кто-то не ставит. Но, мне кажется, лично для меня, Flat Mount, как для перманентного решения, сильно лучше. Теперь несколько слов о слабых местах в данной тарелке. То есть, HP Dish, квадратная, High Performance. То, что я читал в сети, ломается разъем, который подключается в саму тарелку. Но это не проблема. Если он уже сломался, вы можете купить. На сайте он есть. Стоит в районе 50 долларов. То есть, нормальное решение. Можете сильно не париться. Поломалось. Купил, если вы переживаете, как-то она у вас неудачно проложена. Можете купить их несколько штук и бросить в запас. Но там больше ломаться нечему. Вот сейчас наша Цербо. Вы видите, AC Load. Это как раз наш Starlink. Потому что у нас сейчас 220. Подключен только он. Ну, может, что-то еще. Там 45, 48. Это вот как раз работа Starlink. Просто нужно понять, что 50 ватт это достаточно много. Это где-то как работает холодильник. Причем холодильник-морозильник. Поэтому, если у вас на лодке с электричеством ограничения, то вам придется включать его только тогда, когда у вас будет все хорошо с электричеством или днем. Вот. И эту мощность вам придется как-то компенсировать. Потому что 4 ампера, например, или 5 амперов в час, это достаточно большое количество. То есть, у вас должно быть большое количество батарей, чтобы вы могли питать эту всю систему. Ну что, теперь давайте разбираться, какими же тарифными планами можно пользоваться яхтсмену ну или вообще пользователю Starlink. Ползем на сайт Starlink. И у нас первая страничка, на которой открывается Starlink, это Residential Plan. Он рассчитан на людей, которые живут в доме по конкретному адресу. Starlink будет работать, если я не ошибаюсь, в радиусе 10 километров вокруг, куда приехала ваша тарелка. Если вы хотите иметь возможность перемещений, это тоже возможно. У вас есть 2 месяца, вы можете уезжать, но потом вам нужно вернуться обратно в точку. Иначе у вас тарелка перестанет работать до тех моментов, до того момента, когда вы не вернетесь в исходную точку. Это Residential плюс Mobility. Сколько стоит Residential? Зависит от страны проживания. Например, если вы живете в Колумбии, вам это будет обходиться в месяц 49 долларов. Если в Соединенных Штатах Америки, то 120 долларов. А если вы живете в Англии, то 95 долларов. Это мы говорим про Residential без Mobility, то есть без возможности перемещений. За возможность перемещения нужно платить еще дополнительно 20-30 долларов, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Идем дальше. Следующий пакет это Roaming, стоимость 250 долларов в месяц. Работает везде на земле, но покрытие идем на сайт и смотрим. То есть там, где у нас есть покрытие вокруг земли, оно отмечено ромбиками. И если вы выходите за их пределы, Roaming Plan перестает работать, потому что в океане, на большой воде он не работает. Вам нужен в этом случае Meritim. Теперь Meritim за 250 долларов в месяц вы получаете 50 гигабайт. Если вам нужно больше, на сайте есть тарифные пакеты, и терабайт, и больше. Но, естественно, это стоит денег. А что, если вы выбрали неправильный тариф, и у вас Starlink перестал работать? Потому что, если честно, в выборе тарифов такая достаточно небольшая каша у Starlink, и нужно быть 100% уверенным, что вы делаете, иначе есть шанс, что у вас система работать не будет, или отключится в какой-то самый неожиданный момент. Вам нужно будет просто зайти на сайт Starlink, а что хорошо, что сайт работает вне зависимости от того, какой тарифный пакет у вас выбран. То есть на сайт вы можете, запомните, вы можете зайти в любой момент и выбрать любой там приорити план или что-либо еще. Просто сайт будет работать вне зависимости от вашего тарифного пакета. Заходите, делаете изменения, и там в течение 5-15 минут изменения вступают в силу, и у вас опять поднимается интернет. Ну что, теперь давайте несколько слов о том, каким же тарифным планом пользуемся мы. Итак, у нас есть вообще вариантов достаточно немного. То есть в тот момент, когда я покупал эту тарелку, я хотел выбрать RV, потому что он не имеет привязки к физическому адресу. Но так не получилось, потому что в тот момент, когда я его выбирал, RV уже прекратил свое существование. И вообще у Илона Маска тарифные планы менялись, ну и меняются очень быстро. Они что-то новое вводят, новую вводят какую-то тарификацию. В общем, в тот момент, когда я покупал, у меня была единственная возможность, если я хотел пользоваться на земле, выбрать roaming. Потому что Residential мне не подходит, так как я не имею физически адреса, и я не хочу быть привязанным к одному физическому месту. Поэтому мой тарифный пакет Rome, это 200 долларов в месяц, и безлимитный интернет. Но он работает, в принципе, на земле. И где-то это земля, плюс там 20-30 километров от берега, а где-то это земля, которая землей вообще не считается. Поэтому я посмотрел по своему перемещению, там, где мы будем находиться, roaming лучше всего. То есть на земле будет работать, и может быть какие-то бухты будут покрывать. В Панаме достаточно далеко, там много километров, и острова Лас-Перлос тоже работало, поэтому мы выбрали roaming. Далее, когда мы приходим на Галапагосы, у нас тоже работает roaming. Это безлимитный интернет за 200 долларов в месяц. Но, когда мы переходим океан, можно выбрать Priority Data. Получить пакет на примерно 50 гигабайт, или там на большее количество, но очень часто народ говорит, что после него ты потом не можешь перейти обратно на roaming, что меня не устраивает, потому что 50 гигабайт Priority Data, которая будет работать в море, мне нужна только тогда, когда я нахожусь в море. Когда я на земле, я хочу иметь безлимитный интернет. Поэтому мы сделали следующее. В нашем пакете Roam можно выбрать Priority Data. Это стоит 2 доллара за гигабайт. Да, это получается сильно дороже, чем 50 гиговый за 250, но тем не менее, мы всегда можем вернуться в пакет, который обеспечивает безлимитную связь. То есть, когда мы находимся постоянно на земле, просто живем на лодке, мы пользуемся пакетом Roam, а когда мы начинаем движение, мы просто переключаемся на галочку 2 доллара за гигабайт. Да, дорого получается, но суммарно нам получается дешевле. Вот таким вот тарифным пакетом пользуемся мы. Теперь давайте возьмем для примера количество данных, которые мы использовали за наш переход из Панамы на Галапагосы. Итак, вы видите, по графику у нас идет безлимитный Data Usage. То есть, мы, когда были в Панаме, мы пользовались каким-то количеством интернета. Они обозначены сереньким на графике. И после того, как мы пришли на Галапагосы, мы переключились обратно на Data Roaming, то есть на безлимитные пакеты за 200 долларов в месяц. Итого у нас 211 гигабайт мы потратили из безлимитного количества данных. Но, когда мы были в офшоре, мы переключились на пакет 2 доллара за гигабайт. И мы потратили 83 гигабайта за 10 дней. Это нам обошлось в 166 долларов. То есть, это цена вашего мобильного интернета, когда вы находитесь в море. Если вам нужно дешевле, вы можете купить за 250 гигабайт план. Это будет сильно дешевле, чем, собственно, та цена, которую мы платим. Но, тем не менее, когда вы находитесь на земле, у вас такой возможности не будет. Если вам нужно данных, и вам 50 хватает, это одно дело. Я бы смело на него переходил. Если все-таки вам нужен безлимитный интернет, тогда 50 вам не подходит. А когда вы в море, а в море вы бываете, ну, скажем так, не супер долго и не супер много, один раз за переход заплатить, пускай это суммарно вам будет даже 500 долларов, но это, в любом случае, это интернет, которым вы пользуетесь. Просто для, не знаю, YouTube, Netflix, Messenger, то есть в обычном режиме, в котором вы живете. Поэтому выбирайте, что для вас важно, потому что это, собственно, сильно влияет на цену. Ну, вот как бы, как это получается, вы видите. Проблемы, с которыми мы столкнулись во время перехода. Наверное, самая большая печаль для меня, это то, что не получается стримить. Я не знаю, почему, но несмотря на то, что канал на прием очень быстрый и очень классный, наверное, на выдачу он все-таки работает хуже. И именно по этой причине, когда ты стримишь, твое изображение разваливается кубиками. Голос работает великолепно, а именно передавать онлайн получается в очень низком качестве. И для меня это было небольшое разочарование, потому что я хотел делать стримы из Тихого океана, но даже на видеозвонки, даже в WhatsApp, его, к сожалению, не хватает. Поэтому будем просто выгружать такие видосы. И, кстати, видос, который был про большую лодку, PowerBot, был выгружен со Starlink, когда мы были уже на Галапагосах. Поэтому это удивительно, когда у вас на ходу получается видосы загружать. Но, к сожалению, стримы, увы, не работают. Голос, как я говорил раньше, работает суперчисто, суперклассно, без задержек, без никаких проблем. Теперь несколько слов о том, замена ли Starlink всяким системам, типа там Iridium Go, Yellow Brick. сейчас, кстати, Iridium Go сделал новый Iridium Go EXEC. То есть, заменяет ли Starlink на офшорных переходах вот эти вот все системы. Вопрос очень неоднозначный, и я не могу его на 100%, не могу на него на 100% вам ответить, потому что мы пользуемся этой системой, но мы также пользуемся Yellow Brick Tracker. То есть, это трекер, на который мы можем получать сообщения и отправлять. То есть, для нас, что является критически важным? Это прогноз погоды. Конечно, со Starlink вы его получаете, ну, просто огонь. Сразу и не нужно по чуть-чуть его себе там выцеживать, как Iridium Go по 40 килобайт и полдня качать. Скачали там 15 мегабайт на весь переход и смотрите, как оно там в прогрессии поменялось. Но, если что-то идет не так, а бывают ситуации, когда Starlink просто отключается, теряет аккаунт и там много есть вариантов, которые вот неожиданно случились у людей, вы остаетесь абсолютно полностью без связи и в этом случае у вас нету ни прогноза погоды, ничего. Поэтому, мне кажется, что в данном случае, на данном этапе развития это не является полноценной заменой. Какой-то трекер с возможностью там аварийно написать другу, чтобы вам слали прогноз погоды, я бы все-таки имел. Если бы система Starlink работала ну вот суперидеально и не было бы сбоев, то тогда, конечно, однозначно да, это решение. Но, если она работает так, как она работает сейчас, вроде у всех работает, но я состою в фейсбук-группах, которые Starlink OnBot и периодически проскальзывают сообщения, что потерялся аккаунт, отвалился, там, тарелку не находит, потом само восстановилось. Может быть, это какие-то региональные приколы, может быть, это связано там с потерей спутников или с чем-то еще. Но, тем не менее, такие ситуации бывают. И если вы окажетесь посредине океана без связи, мне кажется, это, ну, прямо плохо. Причем, связь может быть как аварийная, так и просто на уровне прогноза погоды. Поэтому мы делаем так. У нас есть Starlink, и у нас есть Yellow Brick, и на него мы делаем наш трек, то есть, вы его видите, ссылочка вот сейчас появляется. Но, тем не менее, Starlink мы дублируем просто по причине того, что теоретически возможен отказ и цена этого отказа будет достаточно высока. А теперь давайте поговорим о юридическом аспекте. Как вы знаете, есть страны конченые, которые вообще не согласны с тем, чтобы над ними летали спутники. И тем, чтобы у вас был спутниковый интернет. Сюда входят всякие там Индии и прочее, прочее, то, что как бы не самое удобное с точки зрения яхтинга. Даже если вы находитесь на Кубе, вы можете пользоваться, но когда вы будете выходить, у вас его просто отберут. Вот так это работает в этом великолепном регионе. Если у вас он стоит как бы флэтмаунт где-то на крыше и его не видно, тогда вы просто с ним уедете и все, потому что систем для трекинга, систем для мониторинга у них нет. Но если вы находитесь, скажем, в Индии, они трекают, у них есть системы мониторинга отправок сообщений на спутник. И тут к вам могут постучать дяди в погонах. Я не знаю, как это работает, скажем, на андоманах, потому что все-таки андоманы входят в состав Индии, но я уверен, что юридически там это запрещено, может быть, просто на это никто не обращает внимания. Но в Индии даже ваши спутниковые телефоны закроют в сейф и вы ими не сможете пользоваться до выхода, иначе у вас будет реально много проблем. Вот так это юридически устроено в мире. Короче, где нельзя, не пользуйтесь, где можно, пользуйтесь, но где нельзя, он у вас и так не будет работать. Просто нужно сделать, чтобы его не было видно и не было никаких транзакций и попыток работы на спутник. Вот так нужно понимать, что это работает в современном мире. Нравится мне Starlink очень. мы первый раз переходили, когда офшор и есть интернет, и ты в курсе всех событий, и любимая музыка, и телеграм-каналы, и ютубчик. В общем, нравится. Скорость хорошая, вообще не было такого, чтобы, по-моему, только когда дождь сильно идет, немножко дольше все грузится. Но в целом лучше, чем многие мобильные операторы. По-моему, не супер дешево, это когда именно оффшор. Ну, посмотрим, когда придут счета. Но даже с такой ценой, сколько, 2 бакса за гигабайт? Нравится, устраивает, подходит, годно, вообще восторг. Уже жду, когда мы пойдем дальше. И, в принципе, когда безлимитный интернет, вот пока мы здесь стоим, можно выкачать все на свете, то есть, а не надо симки местные покупать, бегать, что-то искать. Ну, и прогноз погоды всегда под рукой обновляется. Правда, часто пи***т, но не без этого. В общем, нравится, восторг. Никогда так не ходила, так можно прям жить. Ну, что, народ, я надеюсь, вы разобрались с Тарлинком. Они, конечно, намутили там с этими тарифными пакетами полную сраку. И реально, это не просто разобраться, как это работает. Но, когда уже кто-то прошел по этой дорожке, то вот вам уже информация, которая структурирована и собрана в кучу. Я могу в чем-то ошибаться, потому что мы только начали его использовать, и я еще до конца не знаю каких-то, может быть, тонкостей и моментов. Но, так как мы уже перешли океан, и у нас работал Старлинк месяц в Панаме, потом мы сейчас им пользуемся на Галапагосах, и плюс он у нас работал в открытой воде, я думаю, что все-таки какое-то представление у нас о том, как работает система, есть. Поэтому, друзья, надеюсь, это видео было полезно, и вы все-таки разобрались в этом всем великолепии интернета в офшоре, либо пользовании в Марине. А на этом наш выпуск подошел к концу, пишите комменты, если я что-то забыл, я вспомню, закреплю это в комментах, но вроде как бы я ответил на все основные вопросы. друзья, подписка не забываем, колокольчик проверяем, комментарии пишем, лайки ставим, и это видео надо расшарить, чтобы другие люди знали, как можно жить удобно и комфортно на лоске. Пока!